Ключи от новой сельскохозяйственной техники вручили фермерам в Туркестанской области. Аким региона Дарханцет и Балды встретился с аграриями Ордобасинского района. В рамках проекта АОЛ Аманате в области действует программа Трейд-Ин, по которой фермеры могут приобрести сельскохозяйственную технику. В этот раз комбайны и тракторы получили 48 фермеров. Они выразили признательность за государственную поддержку. По программе АОЛ Аманате под 2,5% я покупаю трактор. Старый я отдал, получил сертификат на 1,3 млн тенге. И на эти деньги я собираюсь купить новый трактор. АОЛ Аманате – это очень выгодный проект. Советую всем казахстанцам этим проектом воспользоваться. Если такую помощь будут оказывать всем жителям аулов, то все сельские округи смогут развиваться. С помощью новой техники мы планируем выращивать капусту и баклажаны. Старая техника постоянно ломалась. Рабочий процесс приходилось устанавливать. Устали ремонтировать. Надеюсь, новая техника будет больше урожая. Спасибо Акимату, спасибо государству за то, что у нас есть такая возможность приобрести технику. По условиям программы АОЛ Аманате, вышедшую из строя сельхозтехнику, оценивают и понимают по рыночной стоимости. Для Дикхан это хорошая возможность обзавестись новыми тракторами и комбайнами. Оценочная стоимость старого трактора и другой сельхозтехники принимается в качестве первоначального взноса, а новая техника прямо с завода оформляется под низкий процент в лизинг и через микрофинансовые организации. Программа АОЛ Аманате запущена с 2023 года с целью обновить сельскохозяйственную технику. На сегодняшний день, как вы видите, через нашу микрокредитную организацию приобрели 48 единиц техники на общую сумму 1,229,000,000 тенге. Уникальность программы в том, что, например, трактор стоит 14 миллионов, 30% от его стоимости субсидирует государство, а остальную сумму фермеры берут в кредит по 2,5% годовых. Дополнительно хочу сказать, что старую технику они могут сдать и получить денежный сертификат, а его уже потратить на покупку техники как первоначальный взнос. Глава государства Касамж Мартукаев дал поручение по модернизации сельскохозяйственной техники и оказанию поддержки крестьянам в этом вопросе. В Туркестанской области ведется активная работа по поручению президента. В Туркестанской области также увеличить объем льготного лизинга сельскохозяйственной техники до 450 миллиардов тенге ежегодно. Это позволит довести темпы обновления сельхозтехники до 10% в год. Согласно расчетам, эти меры будут способствовать увеличению объема воловой продукции сельского хозяйства в два раза. Предприятие по производству комплектующих сельскохозяйственных тракторов, запущенное в Туркестанской области совместно с южнокорейской компанией «Дайдонг», начало работу в 2015 году. Проект реализуется за счет частного инвестора. Здесь трудятся 50 человек. Когда завод выйдет на полную мощность, у него будет возможность собирать 2000 единиц техники в год. В прошлом году на предприятии изготовили 304 трактора, 6 комбайнов, а за три месяца этого года собрали уже 180 тракторов. На предприятии планируют дальнейшее развитие производства, в том числе увеличение производственных мощностей и ассортимента выпускаемой продукции.